Предлагает вам на время вернуться в прошлое, вернуться в 70-е. И вот сразу после этой французской атаки. Итак, сборная Француза, матчи, команды вот уже обменялись несколько раз атаками. Ну а главный тренер с бомб, и это Платини. С мячом под удар вроде были комбы, но тот предпочел ул. Его место в составе на этом чемпионате сомнению не подвергалось. Он сыграл все матчи своей сборной. Совсем другая ситуация была. И нужно, наверное, скорее называть не полузащитниками, а полунападающими. Леопольдо Луки отошел чуть назад и бросил в прорыв Ардиму. На этом чемпионате еще его талант не в полной мере раскрылся. Но вот сейчас очень опасный был момент. И Бернар Лекомб делал то, что он умел делать лучше всего. А именно атаковал на краях атаки, на крыльях атаки. Располагались очень два хороших футболиста. Это Дидиол знает об этой способности Платини и устанавливает стенку очень тщательно. Платини бьет, но в створ не попадает. Чуть-чуть минутки оттянул назад из линии нападения. И Кемпес атаковал из гула выигрывать. Быстро аргентинцы разыграли мяч. Вот опаснейший момент. И сборная Франции могла открыть счет. Могла, если бы створ ворот в этом эпизоде. Опасный момент. И помешали друг другу. Аргентинские нападающие. Кемпес мог вполне пробить по воротам. Но там не очень кстати подвернулся Даниэль Валенсия. И в итоге опасность миновала у французских ворот. Ну а в матче против... В запасе остался. И снова опасная атака хозяев. На этот раз Леопольдо Луки с правого фланга. Ушел от двоих защитников. Редкий эпизод, когда в атаку подключился Луис Гальван. И оказывается мяч в воротах. Но уже зажег свой флажок. Канадский судья Вернер Винс. И фланговый навес. Удар по воротам. Супер шанс был у Марио Кемпеса. Но вновь мяч в ворота не идет. Рядом находился и Леопольдо Луки. И теперь уже атака Аргентины идет по центру. Против сборной Италии. Луки обводит одного. Вот второго пройти не удалось. Их защитников сборной Аргентины. Правда, вот уже. Острая передача. Гарантий безопасности всем участникам чемпионата. Гарантии были получены. И в последний момент перехватили этот пас. Защитник Рова Хаусман снова сместился в центр. Невысокий, но очень маневренный. Снова французских защитников накрывают аргентинцы. Буквально на выходе из штрафной. И вот Ардилес бил. А с линии штрафной площади бил сходу и не попал в створ. Не приходилось носиться туда-сюда. Он оказывался, как правило, в той точке, куда снова флангом они атакуют. Его играл Мариус Трезор. Должны пробить аргентинцы. Разыгрывают они удар поворотом. И чуть выше. Пройти не удалось. Тут же Сикс вступает в борьбу. И Басси, и Батистоны, и даже Трезор ходил вперед. Передача на... Но здорово сыграл Батистон. И все же атака хозяев продолжается. И добиваются они углового. Очень активен... Удар поворотом. И в штангу Пападарио Кэмпес. Еще один реальнейший шанс для хозяев. И продолжается атака. Здесь пытался уже Луки. Зачастую успешно. Луки бьет поворотом. Все-таки продрался к лицевой линии. Победа в этом матче прежде всего нужна французам. Ну и Аргентине тоже, конечно же. Отпустил мяч. Передача в штрафную. Луки. Трезор бросается под удар. И ревет буквально в стадион. А судья назначает пенальти в ворота сборной. Гол. Аргентина выходит вперед. 1-0. Пасарелло реализует пенальти. Уверен был в себе Пасарелло. У него был очень хорошо поставленный удар. Не боялся. За матчем группового этапа чемпионата мира 1978-го. Второе поражение подряд. Оно автоматически сборную Францию уже исключит. Шель выполняет штрафной с правого фланга французской атаки. Легкая паника в рядах Аргентины. Снова очень хороший заброс в переднюю линию. Луки. Потому что был таким уж очень большим мастером по части стандартов. А просто потому что он был невысокого роста. Хозяев. И снова техники и футбольного интеллекта был еще человеком очень высоко культурным. И несколько поубавилось. Но хозяева ведут все эти удар поворотом. Какой мощный удар. Вытаскивает мяч из-под перекладины. Бертран Деман. Но при этом ударяется о штангу. Вот такой вот драматичный эпизод произошел. По истечении. Удар поворотом. Пасно очень атакует. Удар поворотом. Леком. Перекладина. Снова Леком. Удар поворотом. И Платини отправляет мяч в сетку. 1-1. Сборная Франции сравняла счет. Не повезло немножко Бернару Лекомбу. Но тут как тут оказался Мишель Платини. И прозевали от мяч. Убрал на замахе Трезоро. Пас. Удар поворотом. И атаковал Леопольдо Луки. Вот очень неплохо между собой взаимодействовали Кемпес и Луки. И в первом этаже бросить в бой свежие силы. Удар поворотом. Это Сикс на втором этаже. Перепрыгнул защитника и бил в створ. Провел очень долгую карьеру. В 86-м году. Долго, очень долго пас в центр. В итоге мяч потерял. Но с нарушением правил отобрали мяч французы. И посмотрите какой мощнейший удар. Даниэль Пасарелло снова напоминает, что вот по части ударов по статичному мячу ему Трезор вперед мяч направляет. И удар поворотом. И великолепный пас на ход Сиксу. Сикс выходит один на один. Удар и... И казалось мяч катится уже в ворота. Но какие-то сантиметры. Алонсо это центральный нападающий по сути своей. А Ортис крайний форвард. Играть в этом матче. Луки с мячом. Удар поворотом. Гол! Гол! Леопольдо Луки все-таки добился своего. Мощный удар из-за пределов штрафной. Мы помним, что он пристреливался по ходу второго тайма. Уже и с одним из его ударов справился ценой травмы. Сикс все-таки больше действовал на левом краю. Удар поворотом. И блестяще играет Филиол. Мы говорили о том, что он очень хорош на линии. И вот сейчас справился очень здорово с ударом. По-моему, все того же Дидиа Сикса. Оттуда французы этот мяч выбили. И снова, снова в атаке хозяева. И... А он не подавал. Он бил поворотом. И если бы все получилось, то было бы, конечно, очень красиво. Ну, а Пасарелло подключался в Тить. И без Луки атака. Первое место в группе. Аргентинцы встретились через несколько дней со сборной Италии. Матч. Анри Мишель на вес. И Мариус Трезор бил поворотом. Сикс прорывается по левому флангу. В исполнении асфальта Арделеса он мог гораздо лучше их выполнять. Но, может быть, в данный... И вот могло быть достаточно опасно. Здесь немножко не разобрались свои фавы-таргентинцы. Ну, а... Жан Дюмп... Это поражение означает потерю всех шансов на...